а здрасьте а всем привет уленьки друзья на золотой колос продолжается 8 серия и вроде как уже много чего произошло у нас с момента последней серии два дня прошло поэтому давайте сейчас по быструхе обо всех изменениях до за работу начнем друзья с наших полей во первых на 18 поле уже вот такие вот ростки взошли наши сосенки это получается они уже примерно третий день здесь растут поэтому или даже 4 в общем то ждем пока вырастут но в принципе они нам пригодятся еще не скоро поэтому не торопимся остальных же полях друзья у нас на всех растет пшеничка абсолютно на всех и она уже даже созрела ее можно будет ставить убирать с этим в общем то в принципе все просто все понятно далее заводики точнее один наш заводик то бишь мельница мельница у нас сейчас остановлена причем остановилась она буквально вот минут пять назад игровых у нас здесь есть до хренища просто ржаной муки и есть еще но не так мало в принципе пшеничной муки есть 500 кубов отрубей я немножко их повывозил сколько было место на этом самом на жд-станции и кузнецова в общем-то это трохи повывозилась и теплички что самое интересное 83 процента там примерно в пол девятого утра у нас все закончится этот плодоношение на восточном тепличном комплексе у нас клубники причем ее уже до хренища и есть у нас здесь еще 200 кубов обогащенного грунта на следующую посадку а на северном тепличном комплексе томатики у нас тоже плодоносит здесь у нас выросли и огурцы 500 кубов баклажанов 638 кубов купил я нового обогащенного грунта уже привез кстати сюда весь надо еще 500 кубов купить просто не было тогда возможности купить сразу миллион четыреста надо будет отвести вот это вот все дело на восточный но здесь у нас томатики еще тоже скоро будут готовы и все будут у нас просто круто так круто тенишь на также друзья мне пришли новые контракты и снабжение во-первых снабжение сейчас идет уже третий день это баклажанчики 29 кубов 975 литров 11 часов нужно привести не проблема но один раз я уже доставку про вафлил самый первый день примерно в половину 11 пришел контракт я подумал что урал сделает две ходки 3 без проблем за полчаса короче не сделал из-за моего затупа поэтому за это снабжение мы рейтинга не получу но ладно выполним да и выполним также пока я играл за кадром я не знаю получится ли вставить у меня скриншот какой-нибудь если он остался был срочно груз на клубнику и там тоже миллиметров мне не хватило чтобы его успеть привести поэтому мы получили еще минус рейтинг за вот это вот все за мои даже не знаю как назвать каким словом за мой тупняк но ничего страшно ладно и плюс у нас друзья еще появился контракт на крупу кукурузу осталось еще 80 часов на выполнение то есть мы успеем и засеять кукурузу и переработать и 143 куба надо всего привести все будет четко плюс друзья на сегодняшнюю серию у нас задача убрать урожай засеять поля и продать все что у нас есть еще для всего этого мы прикупим новую технику потому что я честно говоря немножко вот этими вот маленькими порциями возить начинает мне это надоедать я думал что на 14 кубов это весело будет грунт возить 100 раз кататься на теплице это такое себе поверьте на слово надо увеличивать автопарк причем деньги у нас есть поэтому все нормально по поводу рейтинга и статистики 13 выполненных контрактов у нас задание на полях я потихоньку кстати выполняю правда настолько потихоньку что следующий очко рейтинга мы получим очень не скоро обмолоченная площадь вроде как я не помню что тут изменилось время в игре уже 405 часов поэтому рейтинг 20 но в остальном ничего не менялось один минус у нас за сделку с монетами вот про вафленные контракты было бы неплохо наверное чтобы они в отдельную категорию попадали не знаю туго рейтинг 67 и кстати мне уже писали в комментариях рейтинг 65 то у нас относительно давно я тогда затарился рассадой второго сорта мы можем уже первого сорта все это дело покупать также семена семена можно покупать первого сорта вот пшеницу рожь я уже купил остальные у нас второго сорта есть много семян рожь третьего сорта надо от всего этого тоже будет как-то избавиться может быть в общем-то и избавимся но для начала как я сказал нам надо замутить уборку и сходить в магазин купить кучу новой техники погнали а стоп и друзья я забыл про одну хрень был у нас стремец на котором мы воровали соломку солому льна и ворошили и давно это было наверное хотя для меня так и недавно и в общем-то на этом складе тюков у нас лежит дохренища тюков соломой я правда подумал что нам склад тюков то здесь в принципе не нужен поэтому мы продадим всю эту солома я больше не буду этим заниматься это и читерство какое-то и геморрой в какой-то степени склад нам это здесь не нужен тюки нам понадобится когда мы будем упорываться в коровок овечек когда завезут животных а там есть свои склады это я так знаете чтоб показать вам новую фишку сюда это дело поставил поэтому вот так вот теперь это точно погнали заниматься уборкой и за новой техникой с полями в общем-то у нас все просто и у нас было три посева поэтому опять таки мы оставляем одни сутки на свободный скажем так свободный день когда мы все будем выравнивать и грунт повывозить и и все на свете в этот игровой день у нас не будет посева посев будет в следующий игровой день поэтому я сильно торопиться с этим делом не буду а вы погнали смотреть что у нас техникой что нам надо что нам не надо и так далее продавать то по сути дела мне ничего то и не хочется хотя может быть и стоит вот этот вот товарищ у нас накатал уже больше пяти тысяч километров 5300 он занимается перевозками всякими и в принципе я его оставлю заниматься перевозками но не сыпучих грузов мы под этого товарища купим контейнеровоз вот этот прицепчик скорее все хотя знаете пускай прицепчик этот остается уже ничего плохого нам не сделал правильно мало ли когда-нибудь понадобится вот этих вот ребят мы тоже всех оставляем они нам нужны в принципе вот этих ребят тоже оставляем урал не знаю возить клубничку и всякие товары муку его в принципе тоже можно будет отправлять в помощь остальным 12 кубов но им очень удобно семена на базу возить закупаться и в общем-то принципе кстати можно его сейчас отправить это дело делать на следующий день так как у нас есть контракт на кукурузную крупу мы друзья надо купить семян кукурузы с помощью автогруза это можно сделать просто вот сейчас все понастраивать и чтобы все прям сильно работала сильно работала серьезно но в общем то чё на чем мы делаем во-первых отправляем его на семена загрузка нет семена загрузка это база садовый центр садовый центр семена на семена выгрузка которые на базе за ним без дым стыни семена выгрузка и нам надо купить семена как ни странно и съездить тебе нужно будет четыре раза пускай 4 пускай семян кукурузы уже первого сорта будет много еще друзья пихаем ему автогруз который сделали разработчики карты первых стираем все задания которые у него были и добавляем новые загружаем со склада семена 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 кукурузы первого сорта садового центра и количество выполнений тоже ставим 4 и все это дело принимаем также ему ставим новое задание выгрузить в склад те же самые семена я не вот они ту же самую кукурузу того же самого первого сорта и на ферму на склад семян и все теперь мы нажимаем одну кнопочку вот эту вот самую отправляем его работать он четыре раза съездит привезет по 12 кубов семян сюда на базу и приедет станет обратно на это место удобно удобно так что дружище давай работая мы погнали покупать новую технику продавать это понимаю ничего не буду у меня только насчет культиватора есть вопрос культиватора и сейлки что-то я подумал что вот этого товарища надо заменить все на одного то есть вот этих вот двух товарищей продать и купить одну сейлку девяти метровую которая будет и сеять и удобрять и культивировать ну ладно пока что я этого делать не буду потом посмотрим любом случае это вроде как довольно дешевое решение будет она может быть даже на нью-холланда станет продать трактор продать сейлку продать культиватор купить сейлку другую так что это вообще не проблема ладно погнали в магаз я вообще тут такое покажу вы охренеете ладно шутка не охренеете но прикольно будет текст где наш магазин триггер того а я знаю что можно нажать кнопку на геймпаде или на клавиатуре и и не париться но мне так хочется друзья смотрите во первых для сыпучего всякого сыпучего надо купить еще один прицеп или купить вообще прицеп универсал нет прицеп универсал то не для сыпучего для сыпучего зерновоз 27 и 27 помощью него возить грунт 54 куба в сумме будет или же 59 взять вот этот вот прицеп который у нас уже есть возить с помощью него а давайте возьмем вот этого вот что-то мне захотелось прицеп зерновоз берем оранжевого цвета его чтобы он был красивый оба тоже ставим оранжевый и покупаем 41 тысячи за разум стоит конечно дорого и за 150 тысяч даже скорее всего чуть больше потому что мы сейчас сюда еще намутим покраску и все остальное gps здесь не нужен давайте троллейборку поставим потому что они мне кажется круче покупаем 154 тысячи с этим понятно и на него поворотная ось не знаю какой с парковкой будет но в общем то мне что-то захотелось взять такую штуку поэтому поэтому берем мангрейн как интересно то я думаю с помощью этой штуки можно же обогащенный грунт будет повозить на теплице такс отправляем тогда давай ввозим садового центра грунт новые на теплице в так как грунт старый где вот грунт новый точнее сарямба и обогащенный грунт вроде как проблем особых быть не должно кстати да надо же купить грунт сначала погнали купим погнали на садовый центр купим грунта а привет урал вот смотрите приехал забрал купил сколько надо до расходы на семена он сам здесь покупает на автогрузе прекрасно офигенно такс нам надо купить обогащенного грунта 500 кубов тут вот 6 утра завезли поэтому сейчас он есть так 500 500 500 500 500 ровно покупаем 38000 мы за это еще тоже платим но еще посмотрим чтобы ман работал кстати вот с учетом того что эта конструкция длиннее получилось возможно придется немножко точки подвигать да ну выглядит вообще кстати норм мне нравится очень интересно насколько хорошо он будет с комбайном работать потому что ну ладно пофигу и в общем то такую штуку мы купили сейчас посмотрю чтобы она загружалась полностью до конца потому что с точками могут быть проблемы может доехать до первой до точки а прицеп еще не подхватиться триггером и он тогда не будет в него загружаться вот в первый подъехал красавчик так посмотрим что будет со вторым а второй видите не увидел надо значит точку немножко пододвигать вперед чем-то сделаем чё не проблема же правильно хотя можно сейчас на 2 этот самый поставить автогруз и он будет без проблем работать на прицепе имею ввиду а ведь у меня . здесь довольно близко стоит можно ее немножко пододвинуть вперед вот так вот и в теории в теории до должно на прицеп хватить давайте-ка проверим ладку в ручками его поставим дорогу то он там поедет разворачивается еще миллион километров давай друг вот отсюда дубль 2 если сейчас не сработает поставлю автогруз и не буду париться вообще с такими автопоездами я я кстати еще не работал с автодрайвом даже не знаю как это работает ну да я был прав просто . близко стояла еще вопрос выгрузка ну ладно мы потом это посмотрим погнали в магазин еще надо технику покупать нас есть 518 тысяч и чувствую я что мы не сильно много ты сейчас и купим но что-нибудь докупим такс я друзья хочу купить 4 контейнера мать его 4 но 4 маленьких и 4 трактора чтобы все это дело возить и знаете какой контейнер я хочу купить маленький опять тысячу стоит за прекрасно смотрите чем не сделали господа манускриптовцы какой у меня теперь контейнер классный получился вот поэтому я и хочу маленьких андрюхи респект вообще выглядит вот я кипятком ссусь когда в игре это увидел единственное надо вот такую вот штуку поставить чтобы оникс чтобы она все как-то выглядел тут все работает то есть контейнер показывает всю вот эту вот штуку ну а по бокам по бокам вот такая вот красота давайте возьмем четыре таких вот штуки и разумеется к ним четырем нужно четыре контейнеровоза маленьких тоже которые к тракторам идут сейчас все это дело боже реально классно смотрится черт короче сейчас это все дело надо погрузить на платформы я друзья знаете наигрался уже с погрузчиками я этого делать не буду поэтому наш герой ухты щёжик он это все может и ручками закинуть это не проблема вроде как она даже становится четко ставим 2 пень красота и сюда тоже так вот это же красота и вот сюда вытащу тоже ты и все четенько вот но эти контейнеры надо чем-то возить в принципе на одного из них мы можем загрузить нашего фенда пускай тоже наяривает километры себе или отправлять сейчас трактора работать а которые у нас есть которая к селкам слушать а давайте так и сделаем или купить им нет надо купить трактора мне надо друзья купить трактора я думаю средняя трактора вполне для этой работы подойдут блин они дорогие вообще неплохо было бы как раз брать вот типа gc бишки что-нибудь она и побыстрее ездит на 200 тысяч нет ладно давайте пока отправим трактора которые у нас есть из свободных во первых вот этого товарища отправим давай друг едь в магазин развлекайся даже тракторов много не проблема правильно и вот здесь еще три штуки стоит которые у нас работают на полях правда для перевозок использовать столько мощей по моему это немножко неправильно 400 километров культиватор накатал кстати он чисто ездит и культивирует больше ничего не делает по факту даже вроде как контракта никакие не делал на культивации не пару штук сделал но перевозок у него толком никаких не было за это у нас товарищ сеет кукурузку он почти ничего не ездил потому что мы редко 7 кукурузку у него намотана довольно таки мало давай тоже есть в магазин и еще один товарищ у нас есть вот такой 370 километров он уже намотал давай есть магазин да тебе скоро заправиться надо будет в общем то я вас всех жду в магазине а тем временем кстати пока трактора едут можно заглянуть на теплички потому что здесь приехал man интересно выгрузится ли у него второй прицеп до выгружать все значит пускай катается возит нам сюда грунт по 54 куба за раз намного быстрее он это сделает чем до этого было он сюда доезжает все хорошо все работает а мы возвращаемся и приехал new holland так с товарищей здесь снимаю поехали цеплять контейнеры еще тут подцепимся и загрузим их всех работу потому что надо черт это же для трактора контейнеровоз нет вот это я лошара зачем он такой маленький для грузовиков то не на подкатную телегу брать я прям вообще не хочу вот это я ребята зафилился чё я думал что вот этот маленький контейнеровозик у нас используется для тракторов но давайте арендуем подкатную тележку посмотрим ну да я вижу что здесь седло стоит черт вот это не круто а может быть потом куча геморроя с этим всем делом а я знаете ли геморрой не очень люблю я им часто занимаюсь но я имею до всякими геморрой ными занятиями да это все у нас для подкатной тележки поле не круто грузовиков то столько покупать у меня желание особого нету или вон уралов тягачей набрать они не круто выглядят аманы маленькие контейнеры тоже не круто ладно народ берем 4 подкатные телеги и пускай это будет с тракторами эту терягу сдаем потратили 450 долларов чтобы посмотреть на это берем четыре штуки ладно будем значит с ними развлекаться ну а что поделать а что вот поделать ничего тут не поделаешь так с один готов готов путь готов в работу погнали тогда остальные тоже по перецепляем сейчас раздадим им задание и они будут все возить и все у них будет хорошо хотя вот такие трактора с широкими шинами с такими мне кажется для перевозок это очень плохая идея нереалистично и так далее ладно пока давайте у нас будет так потом может быть я найду еще маленький грузовичок который будет с этим справляться может быть даже что-нибудь модовое поставим правда я в этом сильно сомневаюсь что я и моды это такое себе и я это не очень люблю но маны покупать тоже не особо хочется сибишки может быть прикупим потом дележка не знаю честно говоря не знаю вот так вот друзья с этим в общем то все понятно слушать у меня же даже скриншотик захотелось сделать и я его сделаю знаете кстати у нас есть еще один большой контейнер и есть пока что на него деньги поэтому давайте купим еще манк контейнеру там оранжевый контейнер поэтому возьмем к нему оранжевый ман и так как контейнер довольно тяжелый берем тяжелый тягач ман делаем его тоже оранжевого цвета же песнем тоже на хрен не нужен все в общем то как обычно его и в общем то и давай дружище ты у нас едешь сразу на базу можно даже на зерно выгрузка поближе к контейнеру давай едь от этих ребят надо определить в какую-то работу надо в общем то по продавать все что у нас есть но в первую очередь конечно же это снабжение друзья снабжение во первых один раз надо отвести еще сегодня на ж.д склад задание вот снабжение один раз нужно отвести во первых на ж.д станцию баклажанчики а еще надо оставить запас у нас сейчас идет третий день из 5 на 4 5 день нужно оставить запас этих самых баклажанчиков поэтому вот этого товарища 1 у нас поедет работать загружаешься ты у нас значится знаешь где теплицы загрузка товаров и едешь на ж.д бокс 9 и везешь ты туда баклажаны баклажаны давай место парковки и надо чтобы назначить выборную локацию это понятно а куда там настройках просто стоит после того как он покатается чтобы возвращался на базу ну ладно пускай баклажаны везет этим все понятно далее друзья надо сделать запас по овощам дело друзья все в том что у нас есть вот до хренища на теплицах томатов баклажанов и огурцов я считаю что по 60 кубов каждого из этого груза надо оставить про запас на всякий там случайный срочный груз там еще может пришлось появится поэтому одного товарища мы отвезем отправим отправим отвезти получается по два таких контейнера с одних теплиц на другие то есть мы отвезем по 60 кубов на восточный тепличный комплекс там мы будем выращивать только клубнику и по 60 кубов на всякий случай там будет лежать опять-таки может появиться и снабжение и контракт какой-нибудь и срочный груз тогда мы сможем оттуда это без проблем отвести поэтому дружище давайте кого мы отправим а так чики-брики пальчик выкинь не знаю ладно по очереди стоят new holland а значит отправляем значится тебе мы ставим теплицы стк загрузка товаров а повезешь что это все знаешь куда на теплицы втк загрузка товаров у меня нету триггера там на выгрузку пока что но это стоит ближе и он проедет через триггера я ему сейчас автогруз поставлю мы даже не будем здесь культуру ставить единственно ставим тебе шесть раз сгонять и настраиваем автогруз выбрать транспорту боже как много то всего а идет как мне выбрать нужный контейнер а вот никак надо отъехать в сторону странно что он сам не выбрался хотя если я сейчас выберу активное устройство поставлю автогруз него все равно здесь нет ну ладно крайне мере вот моего в сторону отогнали можем нарисовать задание так смотри загрузите склада товар баклажаны адресат стк товарный склад 30 кубов и количество выполнений ставим тебе два это есть также ставим ему задание загрузите склада товар огурцы на все том же стк товарный склад в два выполнения сдать готовы и то же самое ему рисуем насчет томатиков загрузить из склада томаты то же самое два выполнения сдай адреса сначала стк конечно же и то же самое надо теперь сделать на выгрузку из склада и же самые баклажаны два раза мы выгружаем на втк товарный склад то же самое выгружаем огурцы дважды на втк товарный склад также мы выгружаем томаты тоже дважды на втк товарный склад все это у нас работает давай едь тебя все получится да я надеюсь что получится такс остались друзья вы вдвоем у нас да иман у нас еще остался с большим контейнером ну ладно такс посмотрим в первую очередь что у нас на мельнице потому что там у нас есть куча муки о кучу муки у нас в первую очередь есть куча клубнички и надо ее продать и можно ее продать на молочный завод и ты туда можно вообще до хрена отвезти поэтому мы сейчас всю вот эту вот братью отправляем за клубникой которая будет отвозиться на молочный завод ну а чё так сдавай дружище ты у нас первый поедешь довольно быстро она кстати отвезется если все будет вот так вот друг за другом они будут кататься мы сразу за одну ходку 120 кубов будем возить так блин я уже путаюсь на самом деле тут еще хочу сделать теплицы плицы втк загрузка товаров и отвозишь ты на молочный завод склад выгрузка и отвозишь ты туда клубничку погнал второй трактор тоже самое абсолютно тебе делаем возишь у нас клубничку на молочные и этот самый склад берешь ты ее на втк втк загрузка товаров ты тоже погнал давай развлекайся кому-то там надо будет заправиться конечно съездить разок другой но ничего страшного и знаете у нас есть еще смотрите какая штука вот черт урал застрял и даже не кричит об этом у нас есть еще один ман друзья и мы сейчас по нем к нему другой вот этот вот большой наш оранжевый контейнер и тоже отправим возить клубнику на молочный завод и они там все большой гурьбой вот это делать и мы заработаем просто кучу бабла давай дружище цепляем не знаю даже кстати кто быстрее будет кататься man или трактором потому что ману 600 кубов все-таки тащить это много так теплицы втк загрузка едешь ты на молочный завод и везешь туда тоже клубничку все друг визе что у нас здесь с уборкой кстати это происходит а на второй круг только пошли ладно так успешно загрузил товар баклажаны и не смог загрузить товар огурцы томаты это нормально абсолютно он сейчас отвезет слушать он даже тянет это правда не холланд он реально очень мощный так что в принципе не проблема пускай едет пускай тянет а урал бортовой прибыл все значит он все отвез шесть раз он съездил или сколько мы его четыре раза отправляли до где наши склады склады ферма воды ферма семена и да вот он привез 48 кубов кукурузки и встал на место ведь как прекрасно просто и вообще не дергал главное все настроить правильно это меня прямо радует так в общем то давайте подождем здесь уже трактора кстати приезжают потихонечку они уже рядом здесь автогруз не ставил потому что они вроде как должны будут без проблем без него справиться тогда вот этот продаж урожая у нас снабжение выполнилось до задание 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 снабжение до снабжение привезли сейчас мы того товарища тоже переставим сюда возить клубнику или нет или посмотрим сейчас так чтоб это работало на самом деле вот чем прикол так ты у нас пустой да не тот который баклажаны возит они тут час накатают нормально вот видите тут сначала идет выгрузка и получается тот кто приезжает сюда отвозит на выгрузку он видит точку переднюю но все равно выгрузит проедет через триггер проблем с этим быть не должно так дружище давай покажи всю свою мощь все клубника пошла грузится это прекрасно надеюсь с выгрузкой тоже будет все нормально расследуем второй трактор приехал и еще ты 8 кстати тоже едет и ману он тоже сейчас приехал уже почти сюда да тут большое количество односторонних дорог не знаю как они там будут разъезжаться вообще как-то раз как-то они должны разъезжаться так тебя клубника загрузка тоже пошла хорошо ведь клубничка все нарисуем все работает и блин слушайте мне реально нравится эти контейнеры сейчас где-то здесь кто-то кого-то должен будет ждать аман кстати тоже приехал уже загружается этот выехал на дорогу здесь у нас что здесь у нас слушайте еще и грунтовоз приехал куча всего так ты выезжаешь сюда они разъехались им им повезло у них фартанула все я понял далее вот тут а они тоже могут пересечься но р тут тоже фартанула не буду ждать зерновоз следующие с кем он может пересечь сюда все таки они здесь пересекутся но вот этот товарищ он же грамотно он подождет то хоть и девка сидит он видите остановился и и ждет пока проедет красный трактор когда он сейчас выехал с этой дороги перестал вмешать этот берет и стартует круто же мне вообще нравится тема вся хорошо хорош хорошо прописанный автодрайв и все работает так тут у нас ты при переехал ты выгружаться сейчас будешь да надо посмотреть что ты работал man клубнику как мы видим загрузил так это не выгрузил они выгрузил выгрузил все прекрасно и поехал дальше красавчик все работает отлично значится друзья впереди вот эти вот все товарищи будут кататься поля будут убираться тут ничего интересного за этим следите тоже особо не хочу мы с вами встретимся уже когда все вот это вот дело у меня доделается все продастся потому что там еще куча муки куча овощей с остальных складов они тут короче катаются и и пару часов они еще будут ездить а я пойду посмотрю какую-нибудь кино а после белого шума уже у нас будет дохренище бабла просто дохренище а здрасте еще раз прошло друзья у нас около 3 чуть больше часов за это время прошел закрытый спонсорский стрим на котором мы продали все что у нас было на теплицах только на теплицах сейчас у нас на теплицах я уже грунт туда весь отвез загрузил даже он ждет посадки но это мы завтра будем делать отработанный грунт с восточных теплиц уже половина вывезлась там работает man который мы сегодня купили правда был косяк с нехваткой литра короче бла-бла-бла один кузов мы туда привезли обогащенного грунта потом я все это выровняю это не проблема также на восточном тепличном комплексе у нас хранится 60 кубов ржаной муки 60 кубов пшеничные 60 кубов огурцов 60 кубов томатов в общем-то как я это вначале говорил все на всякий случай мало ли срочно груз какой будет пускай она там всегда лежит баклажанов друзья 120 кубов потому что 60 из них надо будет еще по снабжению отвезти в завтрашний игровой день и в послезавтрашний и соответственно 60 у нас останется также на северном тепличном комплексе у нас 0 огурцов видимо там тоже пол литра осталось оно там не засчитывается хрен с ним и 60 кубов клубники я но тоже на всякий случай отвез потому что всю клубнику мы под ноль продаем за других тепличек ну и отработанного грунта 700 кубов этот грунт загружен свежий тут тоже все в порядке man потом по вывозит по 14 кубов это вывозить уже все надоело хватит с меня тюки друзья я не продал вообще ни разу я про них даже и забыл если честно на стриме ну а на заводах на мельнице у нас на складе все как и было все так и лежит за исключением того чтобы 60 кубов я вывез на всякий случай сейчас у нас денег дохрена ну то есть как дохрена 3 миллиона восемьсот семьдесят восемь тысяч вот он доход от продажи урожая 3 700 это только теплицы а тут заработная плата дохрена ушло другое это всякие на теплицах работу партизации недвижимости да кстати мельницу я запустил в ремонт расходы семена удобрения топлива добрения удобрения я самолетом посыпал 4 5 поле что у нас на полях друзья происходит 4 5 поле у нас пошло посыпаться известью и она удобрена остальные поля еще не удобрены на них только убран урожай а на последнем на десятом даже еще урожай не не до конца собрался давайте знаете что сделаем мы закажем самолетик на 6 7 поле пускай он тоже туда едет удобряет а также друзья надо еще знаете что сделать надо во первых запустить культиватор чтобы это поле уже культивировалась можно в принципе запустить большой можно запустить давайте большой культиватор запустим хрен с ним отработал уже в гараже ждет своего часа сейчас еще с техникой будем разбираться и покупки нас ждут надо же потратить эту знаете ли 4 миллиона на балансе неправильно это как-то все не тут все возили контейнеры эти ребята мне понравились прям вообще ну то есть красивые не знаю мне как-то прям душу греет это вот с логотипчиком собственно классно да кстати когда я начал снимать серию я запилил опрос на в сообществе вернут ли точное земледелие и вот на данный момент прошло уже только часа 4 где-то вообще можно даже кстати точно сейчас посмотреть вы на монтаже я вам это не вставлю потому что я это не найду но инфа который на данный момент находится и прочитать я смогу без проблем 273 голоса за 4 часа конечно не очень много людей но фраза ну его нахер 77 процентов это подавляющее большинство поэтому точное земледелие мы вырубаем нахер и уже точно его на этой карте подключать не будем но ладно что-то я не об этом надо загрузить вот этого ребятенушка в работу посева сегодня не будет посев будет завтра у нас за сегодняшний игровой день мы просто приведем все поля в порядок посеву чтобы все было готово теплицы к посеву будут готовы и все у нас будет прекрасно все этот открывается пошел да кстати что еще забыл сделать извести на все поля у нас как правило не хватает и на складе ее тоже кстати мало лежит известь 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 склады склады ферма известь 72 куба хотя кстати хватит но может быть и хватит она будем считать что хватит если не хватит то потом докупим я просто поставил этому товарищу он ездил пополнять известь на садовый центр удобрения значится мы это дело меняем и отправляем его это делает на базу семена загрузка пускай пополняется весь там и все у него будет в порядке значит покупать известь мы не будем с этими значит все понятно поля у нас будут культивироваться удобряться там все нормально сейчас друзья пришла пора тратить деньги и поэтому погнали в риэлторское агентство и посмотрим чем мы сегодня купим о здравствуйте нас рейтинг сейчас 67 и конечно же я вот не знаю насчет полей верно поля мы пока брать не будем а вот заводик один надо прикупить знаете какой я хочу прикупить завод сахарным и может быть еще даже товарные склады эти вот подумываю я и об этом ладно товарные склады попозже значит смотрите что у нас вообще по заводам я думаю даже через меню будет понятнее заводы консервный завод значит его покупать я собирался но он на него по моему рейтинга не хватало когда собирался короче моего попозже купим но купим а здесь сначала нужен сахар да поэтому сахарный сахарный будет раньше тут в общем то можно будет делать всякие рагу и не обработки овощей консервирования дорогу короче куча линий много чего можно будет делать с этим все понятно но пока что мы его покупать не будем кормосмеситель нам не нужен максла экстракционный завод здесь у нас есть линия производства халвы казинаков она требует вся белый рис риса пока нету поэтому тоже покупать это особенно не хочется но линия отжима масла она еще работает подсолнечник канола лен так что этим всем делом тоже можно будет заниматься масло экстракционный завод мы тоже купим мебельную фабрику друзья я тоже нацелился покупать причем довольно таки ближайшее время но у нас еще не выросли длиннее деревья поэтому прямо сейчас делать смысла никакого нету мельница у нас уже куплена молочный завод пока нет животных покупать смысла никакого нету сахарный завод мы сейчас купим здесь две линии переработка тростника и свеклы тростником мы заниматься не будем свеклой будем одна линия будет работать хотя может быть и в сахарный тростник тоже упоримся почему бы нет я никогда еще даже не в 17 не в 19 ферме этого всего не делал поэтому можно будет посмотреть ну и ткацкая фабрика тоже в принципе можно ее взять тут нужна шерсть хлопок и хай салома льна все кроме шерсти мы можем без проблем добыть поэтому можем сможем делать ткань как минимум пряжу нет а вот ткань сможем ну и хлебокомбинат у меня пока что не было мысли его покупать вообще потому что здесь хочется заниматься именно печеньками а для печенек нужны молоко сгущенка сливочное масло короче не знаю выпечкой заниматься будем смотреть как там когда придет время его покупать узнаем когда там животное планируется так далее так что сейчас друзья в общем-то по заводам все понятно и в риалторском агентстве мы подаем заявку на сахарный завод это ближайшее что мы сейчас собираемся купить сто процентов лояльность 2 400 у него номинальная стоимость надеюсь он продаст на без проблем так что заявка подана и можно было бы сейчас даже и время мотнуть по большому счету но честно говоря не очень хочется мне это делать хочется дождаться уборки перевозки в общем то пока что у меня тут игра еще идет времени немножко мы мотнем узнаем когда там что хотя с другой стороны какие-то о каких перевозках может идти речь через сколько у нас мельница починится только времени можно мотать принципе к полям привязываться сейчас тоже смысла особого нету просто запустил в ремонт а 5 часов можно смело мотать потому что мельница не запустится к этому времени давайте тогда мы от нем чё 120 пускай она время идет мельницы чиниться быстрее починиться быстрее запустим узнаем ответ надеюсь он продаст просто вот в чем косяк ох сколько денег сразу списала за амортизацию недвижимости мельница ладно сегодня это должен ответ прийти без этого никак а вот и пришел ответ на запрос отлично быстро оперативно меня радует что они быстро это делают всего час прошел погнали переместимся туда и что мне расскажут полезного сахарный завод смотрите даже немного денег накинули отлично покупаем рейтинг стал 68 у нас остался миллион триста у нас остались деньги и это прекрасно так ладно хорошо раз у нас там все трудятся погнали посмотрим что у нас есть на сахарном заводе во первых его посетим здравствуйте не сахарный чуть нет а вот калитка я понял в общем то тоже тут тоже самое склад есть небольшой для сахара который может в себя в принципе все хранить заводы сахарный завод склады а еще жмых здесь будет от него тоже надо будет избавляться и это будет не так просто наверно да сюда можно привести три миллиона шестьсот тысяч литров свеклы и 1400 литров миллион четыреста тысяч литров тростника и два с половиной миллиона литров обычный склад как обычно две линии переработки свеклы переработки тростника в принципе можно кликнуть информацию сахарная свекла сахар 40 процентов жмых 60 процентов сахарного тростника чуть побольше регулярное содержание в сутки 3 300 понятно время работы с 9 до 19 00 я вот не знаю это он перри прекращает работу ночью или же он где скорость и не я не могу или же он именно ворот открывает а завод может работать они вот скорость линии 33 куба в час будет перерабатываться свекла но и издержки не такие большие ресурс тут тоже в принципе все понятно до того осталось еще время может быть имеет смысл сейчас сделать у нас просто есть дохрена свеклы и все я планирую переработать в сахар в ближайшее же время линию тростника в принципе трогать давайте сделаем того тростника пускай будет ресурс остается ремонт делать пока смысла нету здесь 55 процентов принципе можно на полтосик сделать ремонт до того осталось ладно пока тоже трогать не будем автодрайв у меня сюда проложен на выгрузку на загрузку пока нету потом сделаем сейчас это все неважно значится что мы делаем дальше во первых вот этот вот ман который у нас возит грунт моего сейчас с этой работы с ними хотя нет не снимем ладно пускай ездит мы поехали в магазин потому что нам надо купить еще некоторую новую технику хотя ехать мы никуда не поедем мы туда просто побежим потому что мы находимся довольно близко и так раз мы купили сахарный завод то мы будем заниматься свеклой соответственно нам нужен свекольный комбайн свекольный комбайн мы берем модовый который у нас идет с картой по моему него можно будет еще для лука и моркови тоже жатки специально подцепить ставим на него gps у него вместимость 55 кубов что в принципе приятненько и 500 тысяч мы сразу тратим тупо на комбайн а также к этому комбайну сразу же нужна жатка вот такая свеклоуборочная техника вот такая жатка еще 100 тысяч сразу же ты и все может быть кстати на следующий посев и свеклу тоже замутим почему бы и нет в общем то ладно пускаем стоит около магазина пока потом я все это поперегоняю еще друзья нам надо купить контейнер чем контейнер наверное мы возьмем большой вот такой покрасим его тоже в оранжевый цвет на его покупаем и к нему контейнера вот тоже большой в этом контейнере друзья будут храниться комплектующие которые мы будем использовать на нашем заводе на новом то есть пускай он там стоит когда они там закончится на все эти ремонты апгрейды и так далее помощью автогруза можно будет просто перегрузки из техники в технику это все дело пополнять так с давай мы тебя тоже поставим сразу на контейнер и даже стал красавчик потом отвезем туда не проблема у нас еще 652 тысячи остается и нам надо купить еще что-нибудь что будет возить зерно зерно в общем сыпучие грузы потому что контейнеров мы набрали а вот для сыпучих не очень поэтому друзья я предлагаю вам взять еще один вот такой вот прицеп широкими шинами пускай будет его покупаем восемьдесят одну тысячу и возьмем к нему еще одного мана уже дорожного взятия дефолтная точно не хочу тяжелый или обычный давайте наверно тяжелый возьмем он не настолько медленнее ездит насколько он мощнее сделаем его друзья красненьким под цвет прицепа вот таким бренд колеса пускай наверное будет не знаю то ладно пускай будет такой gps ему тоже не нужен дело мы тоже покупаем еще 400 тысяч остается это надо будет еще рассаду покупать поэтому тут не не надо сильно губу то раскатывать имена есть вот рассады нету кстати насчет семян нужны семена свеклы еще будут вот нормально в цвет попал будем считать что попал такс раз мы купили вот этого вот товарища то давай друг знаешь что делаем загружаешься на базе овощи загрузка 1 и едешь на сахарный завод до сахарный завод свекла и везешь ты туда как ни странно свеклу логично логично давай забирай а мы еще тогда возвращаемся на базу к нашему бортовому уралу который у нас гоняет за семенами сделаем его автогрузик а то чтобы он съездил купил семена семена виклы тоже первого сорта берем а садовом центре съездить тебе нужно будет давай три раза пускай или даже 224 куба ладно пускай будет 36 кубов у нас на складе три раза съездить загрузить из склада семена все нормально и выгрузить тебе тоже семена надо будет выгрузить в склад товар семена свекла адресат ферма давай тоже пускай будет три раза чтоб она потом стерлась отсюда и в автодрайве тоже самое делаем садовый центр семена склад выгрузка семена три раза вперед дружище доставляй нам она еще стать самое интересное что не посмотрели это насчет апгрейдов которые можно на сахарном заводе будет сделать так строительство никаких складов дополнительных сюда забубенить нельзя будет то вот производство линии можно будет прокачать когда рейтинга будет 75 можно прокачать когда будет рейтинг 70 можно будет прокачать на мельнице линии все у нас пока что во первых и нету рейтинга во вторых коль уж я в ближайшем будущем собирался упарываться в брус то наверное его уже воровать смысла нету подождем пока будем сами его делать можно в принципе заранее будет поставить там склад муки по моему на мельнице да да есть склад муки правда хрена всего нужно будет ладно с этим потом разберемся в общем-то линии можно будет прокачать он будет гораздо быстрее работать и это прекрасно и ресурса у него больше будет что тоже прекрасно но надо будет много сюда комплектующих ввести но это ладно это не проблема с этим мы совсем разберемся складов никаких туда забубенить нельзя будет а жаль так кстати у нас тут приехал уже загружается свеколкой загружается молодец 400000 осталось надо будет еще рассаду брать хотя деньги не проблема у нас еще дохренища тюков если что продадим и еще у нас есть дохренища муки там тоже пару миллионов денег можно будет получить с этого после клуба и слушайте новый чистенький такой прекрасный с этим в общем то тоже друзья все понятно ладно подождем сейчас пока он привезет посмотрим чтобы у нас свекольный завод запустился и свекольный сахарный у нас тут на поле на поле у нас все нормально тут все культивируется большому счету все в общем то хорошо где который известью посыпать что я его потерял а вон находится он уже туда-сюда обратно ездит взад вперед пускай ездит если извести не хватит потом докупим она еще там есть на садовом центре у нее все в порядке деревья растут деревья скоро вырастут но через пару дней наверное вырастет я не помню вообще по-моему то ли 5 то ли 10 дней на полу 5 а что-то первые вот эти ростки вышли только на второй день и на узнать может тут и 10 дней она растет я не помню может и 10 5 лет если сезонами играть на 10 дней игровых неважно ладно погнали сейчас встретим этого товарища я тут монеток честно собирал опять тоже где ты это слышу а вот она 275 осталось еще где-то здесь черт как же вас много а вот она на крыше я те все равно возьму я не спрячешься так выгружать сахарный тростник выгружать сахарную свеклу я посмотрим как тут это работает железная дорога здесь есть эти тоже склады все прекрасно давай дружище покажи мне что ты умеешь вот выгружается и здесь заполнение никакого нету да они есть есть заполнение что-то появляется но минимально но я принципе ты немного привез когда привезем все посмотрим как это будет выглядеть прикольно да ладно он в общем-то у нас возит давайте откроем меню сахарного завода включаем линию по переработке тут все загудело зашуршало и вот оно пошло делается сахар делается жмых которого делается намного больше надеюсь что его хотя бы можно будет нормально вывозить жмых 179 кубов сюда же и отруби кстати выводится поэтому со жмыхом будет беда ладно что-нибудь придумаем со жмыхом что-нибудь придумаем в общем-то загудело зашуршало все в общем-то друзья мы встретимся скорее всего через два дня игровых когда будет у нас уже уборка того что я посажу на следующий игровой день там ничего особо сильно интересного второй игровой день не будет заводы будут работать и и закончат работать скорее всего вот когда будет уборочная тогда мы с вами и встретимся им в общем то что я хочу напоследок сказать а все как обычно во первых не забывайте что нужно поставить лайк ути потому что это гребаная серия у меня знаете сколько времени июз записываю вот эта игровая сессия идет почти пять часов вот так вот правда в эти пять часов еще и стрим был а это все грубо говоря для серии на трактора забуксовали сейчас надо будет всех разнимать ладно разниму так вот не забывайте про лайкусики значит что-то вы вообще обленились лайки ставить давайте нас наберем дохренища комментарии пишите все что вы думаете по поводу этого дерьма что у нас тут происходит так с товарищей надо разнимать потому что он тратит известь это думал что я попозже это сделаю черт как они чем они зацепились так давайте едьте нормально чтобы все было у вас так вот короче что я говорил лайкусики да комментарии если хотите смотреть серии заранее а также такие спонсорские стримы иногда проводятся закрытые по всяким поболтушка можете оформить спонсорку тем кто уже это сделал вам вообще респект уля и огромнейшее спасибо лайки комменты подписки если не подписаны туда подписка с колокольчиком что ну в общем то вы все знаете на этом друзья у меня все всем огромнейшее спасибо за просмотр с вами был никита дилэй всем покаки